Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на Химкинском телевидении. Сегодня мы поговорим о самом главном – о здоровье, и не просто о здоровье, а здоровье среди детей. У нас в гостях Анна Анатольевна Кондратюк, врач-педиатр Химкинской городской детской поликлиники. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Добрый вечер! Напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 575-94-94 и 572-6628, код города 495. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю. Говорить мы будем об острых респираторных вирусных инфекциях и профилактике гриппа. Напомню, у нас в гостях врач-педиатр детской Химкинской поликлиники. Анна Анатольевна, весна практически начинается, потепление вируса активизируется. Вот какова сейчас обстановка в нашем округе? Много ли детишек болеют и обращаются к вам в поликлинику? Вы знаете, мы, конечно, отмечаем подъем заболеваемости, но мы всегда сравниваем этот подъем заболеваемости с прошлыми годами. Так вот, по сравнению с прошлым годом, подъема заболеваемости какой-то специфической инфекции нет. Это, конечно, сезонный подъем заболеваемости в связи с тем, что, все-таки, вы правильно сказали, наступает весна. Когда идет смена сезона, когда идет активация вирусов, чему способствуют перемены климата, когда ночью отрицательные температуры, днем положительные. Это способствует размножению вируса. И это приводит к тому, что, конечно, обращаемость на детскую поликлинику увеличивается. Какой-то специфической инфекции мы сейчас не наблюдаем. Конечно, очень многие задают вопросы по гриппу, когда мы приходим к родителям, и мамы спрашивают, много ли сейчас гриппа, есть ли эпидемия. Я всегда отвечаю так. Конечно, вирусы гриппа сейчас есть, и мы регистрируем единичный случай, но какого-то катастрофического подъема у нас сейчас нет. Давайте подчеркнем, единичные случаи. Это вот сейчас именно в нашем регионе, в нашем городском округе, при всем том перепаде температур, который вот именно сейчас, в осенне-весеннее, так сказать, время наблюдается. То есть эпидемии нет, как я вас понимаю, случаи заболевания есть, но они сезонные, и они, наверное, закономерны. Ну да, мы всегда ждем в середине февраля, начало марта, все-таки весна, детки устают, организмы устают, устают не только детки, взрослые. Конечно, это все, в принципе, закономерно. Вот, и мы всегда ждем, что на феврале, начале марта идет подъем обращаемости. Мы к этому готовы, и мы всегда советуем родителям, как нужно себя вести в таких ситуациях. Вот об этом мы поговорим чуть позже подробнее. Скажите, пожалуйста, дети какого возраста в основном сейчас к вам обращаются? Ну, конечно, чаще всего обращаемости со совсем маленьких детей. Это дети до школьного возраста. То есть родители приводят именно таких детишек к вам на прием? Да, это самый такой контингент обращаемости. Дети школьного возраста обращаются, конечно, намного реже. Детский организм до школьного возраста, он, конечно, сравнивается так, что он максимально подвержен вот этим всем вирусным воздействием. И детки маленькие еще не научились сопротивляться этим вирусам, и поэтому мамы обращаются намного чаще. А школьники – это уже дети повзрослее, у которых иммунная система, наверное, крепче. Ну, конечно, у них возраст. Дети старше семи лет, они, конечно, крепче. Мы это всегда учитываем, когда работаем с детьми. Вы сказали, что какого-то подъема конкретной вирусной инфекции, подъема заболеваемости в каком-то конкретном направлении нет. Но вы могли бы назвать ряд вот этих инфекций, особо опасных и распространенных в нашем регионе? Ну, у нас в таком, в этот сезон очень часто, это подъем, конечно, гриппа, которого мы больше всего боимся, потому что этот вирус сопровождается очень высокой и тяжелой интоксикацией, от которой чаще всего страдают и тяжелее всего страдают люди. Это аденовирусная, которой подвержены чаще всего именно детки. Мы всегда делаем на это упор, потому что заболевание имеет свои особенности, обычных эффектов очень много. Очень часто ОРВИ протекает с поражением и верхних, и нижних дыхательных путей, еще и отпускается, и на кишечник. Поэтому мы, конечно, всегда это учитываем. Анна Анатольевна, давайте поговорим подробнее о предпосылках возникновения этих заболеваний и о последствиях. Вот что может привести к тому, что ребенок вдруг, или, может быть, не внезапно, а как-то вот все-таки заболел? Может быть, родители предполагали, что ребенок находится в каком-то предболезненном состоянии, но не придавали этому значению, и вот ребенок заболел. Или же ребенок заболевает внезапно. Как чаще всего случается? Какие предпосылки к заболеванию существуют? Ну, предпосылки какие? Все зависит от того, какой это ребенок. Если это ребенок посещает организованный коллектив, то, конечно, риск заболеть ребенка намного велик. Потому что основная масса детей, которые к нам обращаются, это все-таки дети с организованных коллективов. То есть дети, посещающие детские сады или какие-то учебные заведения в виде развивающих каких-то клубов. То есть это те организации, где дети находятся в большом количестве, в каком-то комнате и находятся там длительное время. Это во-первых. Во-вторых, ну и опять же, сошлюсь на возраст. Вот. Я потерялась. Ничего, давайте продолжать. Значит, на возраст. Вы уже сказали, что в основном болеют дошколята. И в основном, как я вас понял, дети заболевают в коллективах. Может получиться так, что взрослый человек, родитель, привел ребенка здоровым в детский коллектив. Ребенок провел в нем день и к вечеру заболел. Такое случается? Ну, вы знаете, от момента контакта вообще взрослого либо ребенка с вирусом до появления первых признаков заболевания может пройти всего два часа. И очень часто мы слышим от мам, когда они говорят, что мы отвели ребенка, и мы были абсолютно здоровы. Пришли домой, мы были здоровы. В течение нескольких минут ребенок начал появлять какие-то признаки, какие-то кашель или какой-то насморк. И потом внезапно поднимается температура, и ребенок на глазах ухудшает. Это мы слышим, конечно, очень-очень часто. В таких случаях мы всегда советуем мамам в такие периоды чаще находиться все-таки дома. Конечно, по возможности. То есть ограничить ребенка от посещения организованного коллектива. Либо каких-то садиков, либо каких-то развивающихся клубов, чтобы детки посидели дома. То есть практически просто переждать этот период дома. Ну и, конечно, факторов, которые способствуют, в принципе, развитию детей инфекционных, в частности, вирусных, вот этих всех заболеваний, их, конечно, много. Я всегда говорю родителям о том, что у ребенка должен соблюдаться режим дня. Для маленького ребенка и даже для взрослого человека это всегда очень важно, потому что защитные системы организма они напрямую связаны с центральной нервной системой. Поэтому режим дня – это обязательно. В режиме дня что важнее всего? Здоровый продолжительный сон? Полноценное питание? Здоровый продолжительный сон – это в том числе. Это обязательно. Питание – это тоже обязательно. Это то, что поступает в наш организм и формирует нашу защитную систему организма. Еще я всегда очень часто говорю родителям, и я бы хотела дать вот прямо вот искренне такой совет. Это ограничение детей от компьютеров, просмотров телевизоров и вот от электронных игр. Это то, что очень сильно нагружает нервную систему ребенка и приводит к тому, что, конечно, это все в комплексе воздействует на организм, но тем не менее это влияет и на защитные системы организма. К сожалению, мама не всегда слушает этих советов, и только тогда, когда у ребенка уже развилось заболевание, у ребенка находится в этом ситуации, и он вспоминает, что ему такие рекомендации давали. Причина имеет такие комплексные корни. Если ребенок перегружен, нервная система его перегружена, а если он не досыпает, не доедает или неправильно питается, то риск возникновения инфекционного заболевания возрастает. Конечно, это всегда считается фоновым состоянием, а фоновое состояние у детей, их очень много, и в частности те, которые я обозначила, хотелось бы, конечно, чтобы родители их учитывали, они всегда способствуют фактически как группа риска по инфекционным заболеваниям, и в частности и по гриппу тоже, потому что родители, конечно, сейчас очень сильно встревожены появлением и наличием гриппа. Когда мы приходим, когда детки к нам обращаются, родители, они всегда спрашивают, а у нас грипп или у нас не грипп. И всегда как-то с облегчением так вздыхает, если говоришь маме, что у вас не грипп. Ну, знаете, в значительной степени, наверное, играет роль средства массовой информации, поскольку о гриппе, о распространении гриппа, в частности, в России говорится довольно часто, в том числе и о распространении среди детей. Репортажи о том, что школа закрывается, вакцинации проводятся, все-таки часто на нашем канале, конечно, родители, поэтому обращают на это пристальное и первое внимание. Помимо этого, вы сказали, есть аденовирусная инфекция. Еще что-то, может быть, вы поподробнее расскажете, чем отличается эта инфекция от гриппа или от каких-либо других, так сказать, инфекций? Ну, аденовирусная инфекция, она поражает еще кое-какие системы организма, в частности, и органы зрения. Она имеет волнообразное течение, и очень часто родители обращаются, рассказывая жалобы и о клинике именно течения аденовирусной инфекции, говорят о том, что мы уже поправились, а потом у нас все пошло по новой. Так вот, вот эта особенность аденовирусной инфекции, когда ребенок практически уже поправился, проходит какие-то день-два, и начинается все по новой. Это особенность течения аденовирусной инфекции. И, конечно, тактика врача здесь очень важна. В частности, врач должен правильно разговаривать, построить свою беседу с родителями. Это, конечно, часть, огромная часть лечения, особенно детского населения. То есть, как правильно мы поговорим с родителями, так и пойдет в лечении ребенок. И о каких-то особенностях инфекционного заболевания родители должны быть информированы, конечно. Конечно, все мы к этому привыкли, что ребенку легче, у родителей наступает облегчение. Кажется, что ребенок уже выздоравливает, и все хорошо. Вдруг появляется какая-то вторая респираторная волна. Вот аденовирусная инфекция, видимо, начинает проявлять свою дополнительную активность. Мы в домашних условиях, родители, не врачи, не специалисты, можем отличить по каким-то субъективным признакам одно заболевание от другого. Или это может сделать только врач. Например, грипп от аденовирусной инфекции. Вы знаете, у нас в педиатрии и вообще в медицине есть такие правила. Но я, конечно, в частности, говорю о педиатрии, так как являюсь врачом-педиатром. У нас мама и сам пациент не имеют права оценивать ни степень тяжести, ни состояние, ни диагноз ребенка. Для этого существует только врач. Мама может обратиться к медикам, она может изложить свои жалобы, тревоги, рассказать все, что она думает о том, что она видит о состоянии ребенка. Все остальное заключение делает только врач. Рекомендации и диагноз все-таки делает врач. Поэтому я не дам никаких советов по какой-то диагностике или по какому-то отличию какое-то заболевание. Но, тем не менее, если, допустим, у мамы есть какие-то жалобы, лучше все-таки обратиться к врачу. Скажите, пожалуйста, эта инфекция может передаться от ребенка взрослому? Конечно. Она может передаться от ребенка взрослому, но в данной ситуации это риск минимальный. Чаще всего все-таки болеют детки. Взрослые тоже болеют, но они, как правило, проносят ее либо в стертой форме, либо в какой-то легкой форме. И, как правило, их это не тревожит. Это все-таки уровень детского населения. Конечно, у нас отмечается и ветрянка, и ОРВИ с поражением с абноминальным синдромом, когда мы говорим, когда якобы у ребенка начинаются признаки ОРВИ, присоединяется к клинике, допустим, расстройство живота, расстройство питания, ребенок не может есть. В таких ситуациях это тоже нужно обязательно учитывать и обращаться к врачу, потому что, еще раз говорю, диагноз и состояние ребенка оценивать может только доктор. Напомню нашим зрителям, телефона прямого эфира 575-94-94 и 572-66-28. Код города 495. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю. Тема у нас сегодня очень важная. Это здоровье, острые респираторные вирусные инфекции и грипп среди детей. Анна Анатольевна, давайте поговорим о вакцинации. Известно, что проводятся осенние в частности вакцинации, перед таким зимним периодом, когда активизируется грипп. Но, как я понимаю, наверное, я не ошибаюсь, проводятся и сезонные вакцинации. Поподробнее, пожалуйста, об этом. Сейчас, если родитель захочет сделать вакцину, так сказать, привезти ребенка в поликлинику, он может вот именно эту прививку сделать сейчас своему ребенку? Я бы хотела сначала уточнить, что вакцинация бывает двух видов. Это плановая вакцинация и по эпидпоказаниям. Если, допустим, делать акцент на грипп, то это все такие вакцинации по эпидпоказаниям. То есть существует план прививок, в который ходит определенный список инфекционных заболеваний, которые мы рекомендуем делать родителям в обязательном порядке. Ну, скажем так, рекомендуем их делать обязательно. И по эпидемическим показаниям, то есть эта вакцинация делается тогда, когда мы ждем самого пика и самого подъема. Значит, тут нужно обязательно учитывать очень много моментов. Во-первых, вакцинация делается для того, чтобы защитить ребенка от возникновения инфекционного процесса. И для того, чтобы эта защита была адекватной, на это нужно время. Поэтому вакцинацию нужно делать либо задолго до наступления, ну, хотя бы за месяц до полтора, до наступления каких-то вот этих периодов. Либо, если, допустим, ребенок здоров, можно сделать вакцинацию, но тогда на родителя ложится большая ответственность, чтобы ребенок не проконтактировал ни с кем, ни с больным, и не заразился. То есть это важно учитывать. Ребенка однозначно всегда надо вести на прививку здоровым. Это обязательные условия. Еще раз напомню, вакцинация – это профилактические мероприятия. То есть это мера предупреждения. Это мера предупреждения. Значит, если ребенок здоров, и его состояние здоровья не вызывает никаких сомнений у родителя, тем не менее, это все-таки основание для того, чтобы привести ребенка на прививку. Потому что многие из нас успокаиваются в виде своего здорового ребенка, и считают, что ему ничего не грозит, по крайней мере, в данный момент, просто пренебрегают этой мерой предупреждения. Это ошибочный подход. Да, это совершенно верно. Потому что очень многие говорят, что нам это не страшно, мы сидим дома, мы никуда не ходим. Но родители всегда забывают очень важный момент. И я так думаю, что многие родители этого и не знают, что для маленького ребенка источником инфекции является взрослый человек. Взрослый человек в своем детстве уже перенес свои детские инфекции. И, ходя по улице, встречаясь с вирусами, он уже многих инфекций, скажем так, он к ним не восприимчив. Я тут уточню такой момент, скажем так, у нас у всех на слизистых, где-то еще на одежде, на волосе, эти вирусы всегда присутствуют. Мы проконтактировали, этот вирус остается где-то на поверхности, мы приходим домой и приносим этот вирус домой ребенку. И если ребенок даже никуда не ходит, он не посещает неорганизованных коллективов, взрослый человек является источником инфекции в данной ситуации для маленького ребенка. Поэтому я всегда стараюсь мамам объяснить, даже если вы никуда не ходите, и никуда не выводите своего ребенка, защита у ребенка всегда должна быть. И в первую очередь ответственность за это несет мама. Скажите, вакцину делают ту же самую, что и взрослому человеку, ребенку? Или вакцина какая-то другая, или может быть доза другая? Вакцина, она идет одинаковая для всех. Есть, конечно, выделенные, которые сделаны только для детей. Мы учитываем, конечно, дозировку. Учитывается вес и возраст ребенка. Это очень важно, потому что тут, конечно, несравнимые вещи. Это обязательно учитывается. Если, к примеру, я возвращаюсь к состоянию здоровья ребенка. К примеру, у ребенка там побаливают суставчики. Может быть, если человек занимается спортом. Или там у него что-то в полости рта. Может быть, кариес. Ну, что бы ни было. То есть, та причина, которой сам мама или папа придают небольшое значение. Считая, что в этом состоянии ребенка можно и нужно привезти в поликлинику и сделать прививку. Тем не менее, какая-то причинка малая обнаружена. Как лучше поступить? Дождаться или пролечить сначала какое-то заболевание, может быть, хроническое, которое внезапно в легкой форме возникло, потом везти на прививку? Или в какой-то легкой степени заболевание можно привезти ребенка и привить его? Ну, вы знаете, это очень такой большой вопрос. И если так, за очень маленький промежуток времени постараться объяснить. Значит, перед тем, как делаем вакцинацию детям, это обязательно осмотр врача. Будь то педиатр, будь то терапевт, который сопровождается обязательно осмотром ребенка. И обязательно мы выслушиваем жалобы со стороны мамы. Конечно, чаще всего мы слышим о том, что жалоб никаких нет. Тогда мы пристально смотрим у ребенка. Полностью по системе, как это положено. И если мы где-то что-то подозреваем у ребенка, мы начинаем пристально расспрашивать маму. Конечно, в идеале ребенок должен быть идеально здоров. Если у ребенка есть какие-то отклонения в здоровье, они обязательно подлежат либо дальнейшей диагностике, уточнению диагноза и последующего лечения, если это необходимо по результатам диагностики. Либо бывают такие состояния, которые не имеют большого значения для вакцинации. То есть человек может жить с этим состоянием очень долго. Оно может являться им серьезным сопутствующим диагнозом, с которым человек будет жить всю жизнь. Допустим, у ребенка бронхиальная астма. Очень много таких детей. Тем не менее, эти дети подлежат вакцинации. Тогда дети идут по индивидуальному графику. Есть такие правила, индивидуальный подход к каждому пациенту. Если ребенок нездоров, это не значит, что он не будет подлежать вакцинации, если мама этого желает. Тогда мы делаем вакцинации по индивидуальному графику. То есть мы подбираем либо какие-то препараты, которые помогают ребенку перенести эту вакцинацию, назначаем определенные какие-то конкретные анализы, когда мы хотим уточнить какие-то параметры, убедиться, что ребенок находится сейчас в более-менее периоде ремиссии. И тогда мы проводим эту вакцинацию. Скажите, а какие вообще сопутствующие заболевания или хронические заболевания у детей препятствуют именно этой прививке? На что родителям надо обратить пристальное внимание? Ну, например, ребенок болен хроническим танзелитом. Такое бывает? Конечно. А в здоровом состоянии ребенка приводят на осмотр в кабинет. Там, где должны сделать прививку, врач осматривает полость рта, горло и считает, что в этот момент вакцинацию делать не нужно. Такое бывает? Конечно. Очень часто бывает, что родители, обращаясь в поликлинику или когда вакцинация проводится где-то в организованных коллективах, вакцинацию делают не только в поликлинике, ее делают и в школах, и в садах по разрешению, по согласованию с родителями. Тогда врач-педиатр рассматривает детей, и бывают такие ситуации, допустим, у нас мы отмечаем гиперемиюзива. То есть, ну, как родители иногда говорят, красное горло. Оно может не сопровождаться никакими жалобами, это может протекать в легкой форме, и тогда мы делаем, конечно, медицинский отвод до полного выздоровления. Естественно, самым первым противопоказанием к вакцинации является острое состояние. Когда ребенок на данный момент уже болен какими-то другими легкими, пусть даже в легкой степени инфекциями, вакцинация ребенку противопоказана, ребенок не может сформировать иммунный ответ, находясь в состоянии острого заболевания. Тогда мы обязательно ждем, когда ребенок поправится. Затем мы отдаем родителям промежуток времени какой-то, в зависимости от того, как протекало данное заболевание, на восстановление. Это время зависит, бывает иногда от двух недель до месяца, до двух месяцев. То есть ребенок должен обязательно восстановиться, он должен быть готов к вакцинации, и тогда мы ребенка вакцинируем. Если какое-то хроническое заболевание, это обязательно состояние ремиссии. Я еще раз говорю, что очень много схем сейчас существует, очень много принципов введения детей, когда мы введем его в комплексе с аллергологом, либо с каким-то другим специалистом вместе, мы советуемся, мы подбираем схему для вакцинации под прикрытием, как мы об этом говорим. То есть пациенты принимают какие-то дополнительные препараты для того, чтобы вакцинация прошла эффективно. Наверное, для каждого ребенка подбирается своя индивидуальная схема, и нельзя, наверное, тут мыслить как-то типично врачу, понимая, что юный пациент один, а через 5 минут зайдет совсем другой, которому, наверное, нужно подбирать другую схему. Из того множество схем, которыми владеет врач, и множество препаратов, наверное, которыми активирует врач. Скажите, вот по поводу вакцинации, хочу продолжить разговор. Есть люди, взрослые люди, которые относятся к этому критически. Они и сами не ходят на вакцинацию, не делают прививки сами себе в поликлиниках, и считают, что и детей водить не нужно, поскольку это не нужно и даже вредно. Вот ваше отношение вот к такому мнению. Что вы могли бы сказать таким людям? Вы знаете, я, когда работаю с родителями по этому вопросу, я всегда, когда родитель отказывается от вакцинации своего ребенка, я всегда задаю ему вопрос, а вы сами привиты? Вот вы когда были маленькие, мама вам делала вакцинацию, и оказывается, что практически все взрослые, которые отказываются от вакцинации своим детям, сами в детстве были привиты и не болели множеством инфекций, от которых они получили вакцинацию. Конечно, этот вопрос очень интересный, инфекционисты в последнее время его поднимают очень и очень часто и много, потому что, к сожалению, увеличивается прослойка населения, которое не прививает детей ни от сезонных вакцин, ни от плановых прививок. К сожалению, это приводит к большим-большим трудностям. Во-первых, у инфекционистов есть такое понятие возвратной инфекции, то есть инфекции, которые когда-то были и оккупированы в связи с тем, что у населения проводится вакцинация. Они фактически исчезли, и эти инфекции сейчас поднимают голову, и единичные случаи, к сожалению, в Подмосковье, в Москве, и, к сожалению, в Химках, они регистрируются. К счастью, это были единичные случаи, но, тем не менее, они есть. И, к сожалению, некоторые родители, лично мое мнение, как врача, за счет неверной информации отказываются от вакцинации своих детей, мотивируя тем, что это все-таки несет вред. Я хочу сказать, что ни один врач никогда не причинит никакому ребенку вреда, и вся эта вакцинация делается для того, чтобы действительно помочь детям. Я могу привести такую статистику. У нас в прошлом году несколько детей заболело коклюшем. Мы всегда таких детей отслеживаем, потому что это инфекционное заболевание очень серьезное, проводится очень серьезная многоплановая вакцинация у данного заболевания. Эти дети все отслеживались, отслеживались все графики прививок по этому заболеванию. Так вот, из шести заболевших детей в прошлом году, из них трое детей были не привиты совсем, из них трое детей имели несостоятельную схему вакцинации. Я поясню вам, что такое. У каждой схемы есть свои правила. То есть есть сроки, в которые должны выполнены быть вакцинации, и есть три вакцинации, то есть повторные прививки для более прочного создания иммунитета. И несостоятельная схема иммунитета, когда эти сроки не учитывались, во-первых, и не соблюдались. То есть по каким-то причинам сроки были не соблюдены. То есть если положено сделать вакцинацию через 45 дней, она делалась через полгода, а то и через год. Естественно, она неэффективна. Конечно, многие родители обижаются. Естественно, все это сарафанное радио. Родители между собой... Только что хотела вас об этом спросить. Как родители относятся к таким словам врачей? Если вы убеждаете их, объясняете им, что неправильно вы поступаете, или не приводите детей вообще на вакцинацию, или приводите слишком поздно. Люди понимают это? Как они к этому относятся? Скептически? Или все-таки понимают, что они ошиблись, и надо было поступить по-другому? Вы знаете, многих все-таки удается убедить в том, что вакцинация нужна, и мы убеждаем родителей, и обещаем им создание достаточно серьезного иммунитета. Я всегда учитываю индивидуальный подход, я предлагаю маме индивидуальный график, если мама, допустим, чего-то боится. Обязательно нужно выслушать маму, по какой причине мама отказывается от вакцинации. И чаще всего, чаще всего удается убедить маму. Это, конечно, радует. И когда мне совсем не удается убедить маму, я всегда говорю, что мой ребенок привит всеми прививками, и все прививки я своему ребенку делаю. Конечно, это родители впечатляют, когда врач и прививает своего ребенка. Многие соглашаются на это все-таки. Напомню, телефон напрямого эфира 575-94-94 и 572-66-28, код города 495. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Анна Анатольевна, давайте поговорим вкратце о каких-то, может быть, мерах борьбы в домашних условиях. Родитель видит, что ребенок заболел, врача вызвал, но врач еще не приходит. Время затягивается. У врача обычно участок большой, заболевших детишек много. Время идет, ребенок болеет. Что делать взрослому человеку? Да, к сожалению, когда увеличивается число обращений к врачам, сроки обслуживания пациентов, к сожалению, увеличиваются. Но при грамотном подходе и обращении с родителями, как правило, получается достичь все-таки выздоровления ребенка. Я всегда мама своим, которым я работаю постоянно на участке. Если это новая мама, я всегда стараюсь их научить. У вас должны быть дома конкретные препараты, которые вы должны иметь всегда в вашей аптечке. Во-первых, это заропонижающие препараты. Обрететь в аптеку всегда фармацевты посоветуют и на возраст, и на вес, и подскажут дозировку, если мама совсем не ориентируется. Это как минимум. Во-первых, если, допустим, ребенок заболел, если это сопровождается высокой температурой, по крайней мере, сделать ему какие-то морсы, компоты, легкие отвары, мама может сделать всегда. И, как правило, мы когда приходим, к счастью, мама уже это делает. Ну, как правило, либо бабушке посоветовали, либо соседке, либо еще кто-то. Жаропонижающий препарат можно применять при какой температуре? Я всегда советую при температуре 38,5 и выше. Но ниже не применится? Ниже не рекомендуется. 38 температуры – это когда иммунная система добилась максимума и старается сама справиться с вирусом. Это само бактерицидное свойство крови. Но, к сожалению, чем младше ребенок, чем тяжелее он переносит температуру, даже 37 с копейками. Ребенок очень сильно беспокоится, маму это всегда пугает. Он плачет, он компризничает, он не спит, он отказывается от еды. И мама чаще всего дает жаропонижающие препараты на более низких температурах. Но мы это, конечно, учитываем и идем навстречу родителям, потому что маленькие дети склонны к более тяжелому протеканию заболевания. Поэтому совсем дети до года допустимо жаропонижающие препараты 38 градусов. В заключение скажите, пожалуйста, значит, о жаропонижающих препаратах мы поговорили. 38,5 это та аплитическая величина, выше которой этот препарат можно ребенку давать. Ниже вы не советуете. Ниже не советую. Ребенка должен сам бороться и как-то побеждать ту болезнь, которая сейчас находится внутри организма. Что еще можно держать под рукой? И вообще, как уберечься простудой? Какой самый простой совет? Ну, самые простые советы это ограничения, конечно, постараться с ними не встречаться. Ну, это самый простой способ. Самый элементарный я всегда говорю и родителям говорю не стесняйтесь носить всегда маски. Маски это самый надежный и проверенный способ, когда вы практически 100% себя защищаете. Но есть небольшие особенности, которых я всегда стараюсь учитывать и об этом предупредить, что маска носится всего 2 часа. Через 2 часа она должна быть сменена, потому что она уже начинает содержать в себе очень большое количество вирусов, которые она отфильтровала из воздуха. И поэтому через какой-то промежуток времени она может сама становиться источником. Поэтому ношение маски это самый хороший вариант. И есть маски, которые детские и с картинками, и специальными приспособлениями, чтобы для детского лица, чтобы ребенку было удобно ее носить. И не надо стесняться этого. По крайней мере вы уберегете себя и от лишних переживаний, и здоровья ребенка, и от лишних финансовых расходов. Ни для кого не секрет, что перенести даже банальные урвы это стоит серьезных денег. Я напомню зрителям, что у нас в гостях была Анна Анатольевна Кондратюк, врач-педиатр Химкинской детской городской полипленики. И говорили мы с ней о острых респираторных заболеваниях и заболеваемости гриппом среди детей. Пожалуйста, всего вам доброго и будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok